Приветствую, друзья! С вами на связи Александр. И в этом видео я хочу посоветовать вам несколько под другим углом взглянуть на игру на гитаре басовыми ноточками. На мой взгляд, сколько я наблюдаю за начинающими гитаристами, за гитаристами более продвинутого уровня, вполне неоправданно многие обходят стороной игру басовыми ноточками. Хотя, если грамотно внедрять определенные ходы, то игра на гитаре стала бы более разнообразной, более объемной, даже бы интересной. Но, например, возьмем, скажем, теоретически вы решили аккомпанировать по ту или иную песню, в которой 2, 3 или 4 куплета. И несколько странно будет звучать, если вы подряд все 4 куплета будете играть одним и тем же стилем аккомпанемента. Скажем, у вас произведение на 4 четверти, вы решили подключить сюда перебор восьмерка, то, что называется в народе. И вот всю композицию, все 4 куплета и припева вы играете вот таким вот образом. И из этих восьми ноточек, восьмерка, да, у нас то, что перебор называется, у вас всего лишь одна нота басовая. А как интересно было бы, если бы вы в первом куплете, допустим, сыграли бы так, как мы сейчас с вами пример взяли, во втором куплете добавили бы определенные басовые ходы, мы сейчас с вами немножечко попрактикуемся, импровизацию маленькую возьмем, в третий куплет, допустим, добавили бы элементы боя и в четвертый куплет сделали бы модуляцию или бы сыграли точно так, как играли первый куплет. Я, кстати, в конце этого видео порекомендую вам одну интересную короткую композицию, которая поможет вам развить игру басовыми ноточками и вообще вы под новым ракурсом потом будете смотреть на игру на гитаре. Так вот, вот, допустим, вы играете первый куплет, ну, возьмем не 8 восьмых, а вот возьмем 4 восьмых, вот так вот дольками будете играть. Первый куплет, допустим, так играете. Три, давайте эти аккорды возьмем, ля минор вы играете, допустим, потом ре минор. Там поете ла-ла-ла, че-да, ла-ла-ла-ла, и все время таким образом. Немножечко скучновато будет, если вы и второй куплет, и третий куплет, и четвертый куплет будете таким образом играть. А если во втором куплете вы в него добавите ходы басами, Вот, согласитесь, уже разнообразнее звучит, хотя вы из ритма не выбились, гармонию не изменили, просто добавили определенные ходы басами, и звучит намного более интересно, гармонично и разнообразно. И людям приятнее будет слушать, вы доставите больше удовольствия и себе, и другим людям. Хорошо, теперь по поводу рекомендаций, которые я хотел дать. Смотрите, есть такой композитор Иванов Крамской. У него есть прелюдия, отличная, простая, в тональности ми-минор. И она, в чем ее характерная особенность, исполняется на басовых нотах мелодия. А верхние струны выступают в качестве аккомпанемента. Смотрите, как интересно эта композиция звучит. Она короткая, я сейчас вам ее сыграю. Вот в чем отличительная особенность этой прелюдии? В том, что здесь мелодия, как вы заметили, играется пальцем П. Та-та-там, па-па-пам, 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 пара-драм, парам-пам. Я не знаю, я пишу через петличку, насколько бас хватает в микрофон. Но надеюсь, что более-менее будет слышно. Главное, что суть вы поймете. Тамбы и ноты этой композиции я прикрепляю под этим видео. Если оно показалось вам полезным, и вы по-другому взглянули на то, каким образом можно исполнять композицию. Потому что, в принципе, смотрите, та же самая мелодия. Да, играется наверху, а здесь. Ну и так далее. Играется уже в басах. Ставьте лайки, если это видео показалось вам полезным. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И делитесь с друзьями в социальных сетях этим видеороликом. Увидимся с вами в следующих видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Табы и ноты прелюдии снизу. Пульт упал. Надо запить кофе.